всем большой привет с вами юля и сегодня будет видео что я ем за день то есть я вам покажу свой такой примерный рацион и в зависимости от того понравится вам это видео или нет то есть как вы его оцените лайками комментариями если понравится то я иногда буду делать такие ролики потому что для меня сейчас тема правильного питания очень актуальна и многим кстати нравятся мои рецепты ну наверное потому что они простые вкусные вот доступные то есть я не веган я не пришла пока ни к чему такому единственное я не очень люблю молочные продукты но опять же у меня нет какого-то принципиального от них отказа то есть все равно я добавляю молоко в омлеты в кофе добавляю сливки молоко что-то такое да принципе у меня есть сметана в холодильнике и также я люблю сыры но в принципе я к молоку так вот как-то сдержанно отношусь такого чтобы я себя налила кружку молока скорее не про меня и творог я не очень люблю вот молочка это как-то не мое но все равно еще раз говорю у меня нет какого-то от нее отказа вот очень люблю рыбу это просто моя такая особенность и в моей себе кроме меня рыбу вообще никто не любит не воспринимает вот пытаюсь как-то приучить дочку к рыбы к рыбе потому что для девочки для женщины в общем морепродукты рыба это очень полезно причем в детстве она любила именно красную рыбу так и хорошие в нее аппетиты но сейчас она даже красную рыбу разлюбила никакие морепродукты она особо не ест тоже она в основном вот индейка курица в общем и заодно хотела поговорить о пищевом поведении пищевых привычках тоже что я сейчас стараюсь менять и сейчас хочу вам показать на просто покупки из магазина это не так что меню на неделю или на месяц нет просто вот мой рандомный поход по магазинам что я купила я купила красную рыбку очень люблю вообще люблю уже поняли что я люблю рыбу морепродукты причем я люблю в моей семье больше никто рыбой чтобы не любит купила вот такие томаты черри мне кажется они интереснее по вкусу чем обычные помидоры дальше купила пару перчиков ну таких красных сладких паприка да по моему называется такой перец это я буду сегодня делать в очную рагу вот добавлю купила такие вафельки очень вкусные нравятся и мне и алинки здесь две палочки вот как раз одну ей одну мне такую эту вафельку тоже купила все люблю вафельки кабачки сейчас уже начинается такой овощной сезон и я на самом деле из овощей вообще люблю всякие рагу тушеные овощи вот кабачки тоже хочу приготовить либо ваше рагу буду делать либо просто отдельно и сделаем и такой вот сливочный сыр тоже классно мазать на бутерброды вкусненькие такой вкус него приятный он как правильно называется сливочный творожный сыр и также купила открытку это просто открыткой супермаркета мне она очень понравилась мне понравился вот этот вид я люблю такую холмистую местность так успокаивает взгляд хотя в ближайшее время не предвидится ни у кого из друзей дня рождения ну просто пусть будет просто пусть будет просто вот она мне понравилась и внутри она такая интересная здесь вот я так понимаю какая-то церквушка машина и очень люблю такой пейзаж холмистые горы ну пейзаж холмистой Субтитры сделал DimaTorzok Это завтрак, вот это мой завтрак, здесь красная рыбка, и Алинка не любит рыбу, она бы просила гренки, здесь гренки у нее с творожным сыром, вот, сейчас буду заваривать чаек, кофеек Я сейчас хочу приготовить очень вкусную пасту с мидиями В одном из недавних видео я вам показывала, как я их готовлю, но это у меня особо ничего не было, я просто вот обжарила их с лучком и с макаронами А сейчас будет прям классный рецепт в сливочном соусе Для этого нам понадобятся, собственно, мидии, сливки, у меня 20% твердый сыр, пармезан Обязательно какая-то приправа для рыбы и морепродуктов, желательно именно, чтобы было для морской Чесночок, можно пару зубчиков, можно даже, чтобы он был такой вот тоже в приправах гранулированный И я буду делать к соусу вот такие вот макароны, пасту, именно гнездом, мне так больше нравится Макароны, пасту, пасту, пасту Пасту, 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 пасту Получается вот такая вот красота И, конечно, это очень вкусно Ну, а это я сделала Алинке обед, она не будет в мидии в сливочном соусе Поэтому здесь есть тевтелька, немножко картошки фри То же самое приготовила, ну, в смысле, саму картошку замороженную покупала и сделала И вот такие вот помидорки черри Девчонки, я хочу вам показать, да, Алинкина тарелка, ну, мы пообедали Она не доела тевтелю И я хочу обратить внимание, я ее стараюсь, ну, не ругать, вообще ничего ей не говорить, не дергать По поводу того, если она где-то не доедает Потому что я много раз читала и чувствую это по себе Что это один из тех паттернов, которые потом закладываются как бы в наше пищевое поведение То есть вот эта вот, знаете, потребность опустошить тарелку Даже если ты не хочешь По идее нужно останавливаться вот ровно в тот момент, когда вы наелись То есть так, ну, это ближе к интуитивному питанию Чтобы вы лучше чувствовали свой организм Ну, единственное, я ей могу сделать замечание, например, что она не поела суп, борщ, а ест сладости Вот такое я ей могу сказать, что ты сначала ешь полезную еду А потом, вот у меня сыр остался твердый А потом уже как бы вкусняшки, да То есть все-таки основы рациона, это должны быть нормальные продукты Но вот на такие моменты я просто вижу, что порция была достаточно большая На такой большой тарелке Просто вот она, ну, видимо, не влезла в нее, это тефтели Она, в принципе, любит тефтели Это я готовила из фарша индейки Вот, раз она не доела, это, скорее всего, означает, что она просто наелась Напишите мне, что вы по этому поводу думаете Как вы к этому относитесь Хотя, конечно, вот эти полтефтели, вот куда их теперь деть Я тоже, например, ее доедать сейчас не хочу И у меня, кстати, тоже долгое время была вот эта дурная привычка доедать за ребенком Ну, естественно, когда она была младше, да Кому это знакомо, пишите, мама доедала Но я это в себе поборола Раньше мне подходило дробное питание То есть питаться часто, маленькими порциями Я успешно стройнела на нем То есть действительно были хорошие результаты, но это было уже давно Сейчас я замечаю, что это как-то не работает И мне как-то нехорошо, когда я так питаюсь Слишком большие интервалы мне тоже не подходят То есть, ну, мне кажется, вот правильную Мне кажется, вот, знаете, из крайности в крайность И даже непонятно, как именно правильно Потому что смотришь там врачей, натурецеологов Одни продолжают топить за вот это вот дробное питание Другие настаивают на том, что это все в корне было неправильно Что в древности так люди не питались Вот этот аргумент, что в древности так люди не питались Но в древности люди вообще много чего не делали Не делали прививки, не летали на самолетах Я не знаю, куча вещей, которые у нас есть сейчас Там не принимали витамины И вообще, какая была продолжительность жизни Я не знаю, 20-30 лет Ну, вот этот аргумент, что в древности люди питались там в лучшем случае раз в день Да, и что вот сейчас очень много У меня вот подруги многие на интервалке Но мне кажется, и то, и другое это крайность Мне кажется, вот оптимальное Это трехразовое питание со средними порциями И с промежутками между едой Около там 4-5 часов Вот это для меня комфортно Именно, знаете, как вот в детстве нас ругали За то, что не таскай, не таскай еду Не ешь перед едой, перебьешь аппетит Сядь, поешь нормально И еще к чему я пришла Ну, на самом деле, мне это посоветовал доктор Но я убедилась на себе Что все-таки плохая идея запивать еду То есть у меня много лет была привычка запивать еду чаем То есть я практически сразу пила чай Не то, что сразу, а практически одновременно Сейчас я так не делаю То есть я пью вот в этих интервалах В основном воду, либо чай И после того, как я покушала Я стараюсь, чтобы прошел, ну, минимум час И уже потом я позволяю себе там Либо чай, либо кофе, либо воду В общем, в течение дня я выпиваю довольно много воды Но я себя не заставляю, не принуждаю это делать Мне это легко делать То есть воду я, на самом деле, пила всегда То есть для меня это не проблема Девчонки, и сейчас я буду готовить овощное рагу Так, у меня здесь лук Вот две морковки, картошка, перчик И кабачок, забыл, как называется И заправлять я буду такой вот приправой Для тушеных овощей рагу Готовить я это буду в казане Мне в последнее время нравится, как в казане получаются овощи Еще я люблю добавлять немного томатной пасты Я добавлю все, что у меня осталось в банке Это примерно 3 бисердных ложки И минус 20 просто пусть потомится под крышкой Вот такое вот получается у меня овощное рагу Я добавила немного красного риса Бурого риса, да, тот, который не шлифованный В нем много клетчатки, таких полезных углеводов Вот, много овощей Всем приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!